Здравствуйте! Вы на канале Синее Крылья. Меня зовут Лариса. Я владелец стайки попугаев-монахов-квакеров и стайки волнистых попугаев. В этом видео речь пойдет о здоровье моих и ваших попугаев. Три моих новых волнистых попугая сейчас поедут на плановый медосмотр. Попугайчикам от полутора до двух месяцев. Напомню, что волнистые попугаи и корылы очень часто болеют грибковым заболеванием, которое называется мегабактериоз. Передается это заболевание от птицы к птице через помет и во время кормления птенцов родителями. Вылечить заболевание можно только волнистиком, не достигшим одного года. На ранних стадиях развития заболевания визуальных симптомов нет, поэтому сразу после покупки попугая необходимо отвезти его к врачу, специалисту по лечению экзотических животных для диагностики, во время которой врач возьмет на исследование помет попугая и сделает микроскопию из зоба. Врача моих птиц зовут Вересова Екатерина Евгеньевна. Прием она ведет в клинике Айбивед в Минске. В комментариях в YouTube, в Instagram, в мою группу в Telegram вы часто задаете два вопроса. Что делать, если у попугая рвота? И что делать, если у попугая диарея или полиурея, что значит много жидкости в помете? И сегодня я задам эти вопросы доктору. Вместе с волнистиками на диагностику к доктору поедут мои квакеры, арбуз и киви. Для того, чтобы посмотреть, есть ли улучшение в состоянии печени арбуза и почек киви после полутора месячного лечения. У одной птички мы не нашли ничего, там все хорошо. У второй птички пока нашли одну мегабактерию. По идее, значит, раз они из одного гнезда, то и вторая тоже может быть. То есть лечение все равно означает. Оно минимальное, но лечение она означает. Обеим. Обеим. Спасибо. У нас еще одна. У второй. Их мало. Скажите, пожалуйста, нужно ли обращаться к врачу в случае, если у попугая жидкий помет? Какие могут быть заболевания, когда жидкий помет? И что предпринять до поездки к врачу? Жидкий помет в плане полиурия. Иногда люди спрашивают, когда он просто несформированный такой, а иногда прям лужится. Ну, здесь тоже нужно отограничивать полиурию и полиадипсию. Единственное, что сорбенты первое, прежде чем вести. Какие лучше? Уголь активированный, либо смекта, то, что у нас доступно, из расчета такого же, там, я не знаю, там, полтаблеточки. И таблетку угля можно вообще просто раскрошить в корм, вместо, там, песочка на корм, чтобы птичка кушала. Смекта где-то щепотка на полмиллилитра воды. И вклювик. И вклювик 3-4 раза в день, это как первая помощь. Если не проходит, тогда... А не проходит в течение какого срока? Если прям совсем-совсем лужи, то, конечно, желательно, чем быстрее, тем лучше. Там, сутки максимум. Потому что обезвоживание у птичек... Может быть, сразу стоит докармливать чем-нибудь? Если птица ест при этом, но мы видим несформированный помёт, то докармливать не надо. Но если мы видим, что у нас несформированный помёт, но птичка не ест, вот докармливать, тогда тут тоже надо разбираться. У нас несформированный помёт из-за того, что она не ест и нечем капать, грубо говоря. Либо что-то ещё. Потому что так как это могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, так и проблемы с почками, с сахаром и с першелудочным. Сахарный диабет, бывает, и с сожиг. И оно иногда проявляется большими такими лужами. Скажите, пожалуйста, нужно ли обращаться к врачу в случае, если у попугая вдруг началась рвота? Даже если он активный при этом какое-то время. Вот иногда мне задают вопросы, он неактивный уже и не ест, и резкая потеря веса, и рвота. А иногда как будто бы рвота есть, но попугай активный. При этом он не кормит никого. Что предпринять и какие могут быть заболевания? Заболевания, конечно, лучше сразу ехать к врачу. Ну, даже если он активный. Понятно, что это может быть не сегодня, а по записи там день. Он не может подождать, но лучше обратиться. Потому что рвота бывает при многих причинах. Тот же самый мегабактериоз у нас дает рвоту, уже в запущенных стадиях. Птица может что-нибудь несъедобное съесть. Это может застрять в зобе, тоже дает, как и народный предмет, рвоту. Отравление могут давать рвоту. И вирусные заболевания надо давать рвоту. То есть не бывает безобидной рвоты у попугая? Если это однократно и ничего нет, то стоит все-таки загубаться и привести и показаться. Если это не прекращающийся рвота в течение нескольких дней, то это явно заболевание. То есть попугаю что-то нужно давать до приезда к врачу? Вот запись обычно половиной дней, как минимум? Ну тоже обычно смекта сразу идет. Она даже не уголь больше, как сорбента, смекта. Она более обволакивающая. Из других препаратов даже не подскажу, потому что все рассчитывается на место птички. То есть смекта. В случае рвоты и диареи нужно ли сажать птицу под лампу накаливания или любую другую заболевающую? Да, лучше проголевать. Весь день прогревать? Лампочка устанавливается таким образом, чтобы птичка могла, если ей прохладно, подогреться. Если она не нуждается в этом дополнительном обогреве, чтобы она могла спокойно уйти в часть клеточек. Да, в течение светового дня. Если птичка живет не одна и вот такие случились симптомы, ее лучше отсадить в другую клетку, чтобы она на нее никто не беспокоил? Ну, во-первых, лучше, конечно, отсадить, чтобы ее никто не беспокоил, чтобы была возможность наблюдать за тем, как птичка себя ведет. Кушает, не кушает. Да, потому что в паре она будет... Птичек много, или даже их две, эти симптомы иногда вообще не учитываются. Когда, например, в смысле, кушает? Ну, вроде кушает, а когда их две, это не заметно. Скажите, пожалуйста, что такое французская линька, заразное ли это заболевание, передается каким путем, есть ли лечение и можно ли покупать таких птиц, особенно если уже есть дома одна, две птички. Французская линька в последнее время относится к цирковирусной инфекции. Это вирусное заболевание, которое передается птичке-птичке, живет оно достаточно долго и иногда не сразу проявляется. Это заболевание не лечится. Нету препаратов непосредственных, которые бы лечили вирусную инфекцию, и наша птичка жила себе хорошо. Да, птичка живет, какие птицы живут, просто нужно уже за этой птицей внимательно смотреть, где-то может дополнительно обогревать, если идет значительная птица линька, плюс уже по симптоматике, потому что на ослабление иммунитета у нас всегда расслабляется либо грибковая инфекция, либо бактериальная инфекция, которая уже, скажем так, и добивает птиц в конечном итоге. Лучше, конечно, не покупать. Если такая птичка дома была, то на минимум месяца, да, лучше никого не заводить, в любом случае брать новую клетку и все дезинфицировать. Теперь не всегда идет полная потеря пера. Есть деформированный перо, который не выполняет свой функции, но она все равно отличается. Ну вот птичка была с деформированным пером или через перо отмах, а потом выросла. Считают люди, что на этом птица выздоровела. Это так? Нет, она является носителем вируса в любом случае, но ее иммунная система справляется с тем количеством вирусных частиц, и что не дает, скажем так, птичке повысить. Но она все равно всегда будет носителем. Да, она является носителем. Ей нельзя идти в разведение? Конечно нет, потому что птенцы не всегда такие устойчивые к этому заболеванию. И из поколения в поколение все равно это передается иммунно-слабление. А кто-то разводит в вольерах. И в нескольких внездах вот есть такие птенцы. Это значит, что все птицы заражены уже? Не обязательно. Если у птицы хороший иммунитет, бывает такое, что вот не цепляют. В любом случае выбраковку тех птиц, которые проявили этот связок с этой французской линьки, желательно либо выбраковывать, либо сейчас вполне себе доступно исследование на цирковирусную инфекцию, полиомовирусную инфекцию в лабораториях в Москве. Отправляется перо почтой и приходит результат. Вот, что было. А вот талия появилась. А вот это вот с этой стороны? Это он съехал. А, я поняла. Еще в прошлый раз затемнение было. Как будто бы опухоль, вы говорили. Вот здесь она, да? По-моему, не здесь, а снизу. В правом нижнем. Вот тут, вот тут, да. А здесь нет, это кишечник. Значит, кишечник с коколей, просто у нас туда лёг. Все равно, что у нас печенька немножко. Конечно, он тут съехал, да, вот тут более ровно он у нас лежит, кисок, да, да. Тут вывернулся чуть-чуть туда, но все равно. Ну, это уже можно сказать, что он в норме или нет? Ну, еще не совсем, еще в месяцах подавается. Ну, хорошо уже результат. Это у нас, значит, за полтора месяца вот такой результат. Так, хорошо. Так, все, у нас какое число? Десятое. Десятое, ну, первое. Тут нам уже пушить мочи. Окей. Все. Это киви. Да. Думаю, что у нее еще какая-нибудь полистификация может быть внутри. Что это такое? Ну, почка отлаживается, мочевая кислота непосредственно в самих почках. И а наш уже никак не убирается? Ну, может быть, они не такие белые стали? Они не такие стали длинные. Ага. Они больше стали сами по себе в объеме. Да, они такие все разве такие были. По печени у нее, в принципе, ну... По печени вообще не было вопросов к ней. На ее печени ориентируемся с остальными. А это никак не замеряется, да, в миллиметрах вот на... В принципе... Ну, у них, понимаете, таких прямых стандартов тоже нет. Нет, просто сравнить один со своим... Ну, вот предыдущий этот... Да, я не знаю, сейчас... Сейчас подоскашу. Почти 20 см. А у арбуза... Он мальчик. Но у него чуть-чуть больше. С вами по себе. 1,96 он же сам крупный. В результате обследования выяснилось, что у арбуза существенно уменьшились размеры печени. Ему предстоит лечение еще в течение месяца, после окончания которого наступит выздоровление. У киви на фоне приема антибиотика есть изменение микрофлоры кишечника. Выписан препарат для восстановления его работы. Лечение пучек нужно продлить еще на полтора месяца. Из троих волнистых попугаев, привезенных на диагностику, у одного обнаружен мегабактериоз. Назначено лечение. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Синие крылья. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...